Всем привет, друзья! С вами ЯКЛОНОВТКИСКИ1, и это часть 19-й выпуск моего года в Майнкрафте. И сегодня же для обновления это у нас торговый комплекс Апельсин. Да, друзья, лучше я решил назвать так, потому что я решил, так сказать, естественно, упомянуть про закрытый кинотеатр Апельсин, который я показывал в декабре 2012 года, но тем более в закрытой версии ЯКЛОНОВТКИ в Майнкрафте, естественно, который я снес из большого магазина ИКЕА, естественно, и пришлось, естественно, на закрытый город. И было только два выпуска на канале. И этот нахлебозавод. Трамвай. А, хотя нет. Наверное, на вокзал. Так, друзья, я очень решил, как бы... В общем, было два выпуска, это было про кинотеатр Апельсин и про живой дом, естественно, и... И всё, в общем. Ну, и, конечно же, там ещё пятёрочка была, магазин. И всё. Вот только живой дом, кинотеатр и магазин. И всё. Потом я забрался, потом я всё снова построил, только уже не показываю вам. Снова неудача произошла. И я решил с горы пополам, естественно, ещё сделать, как у нас в Майнкрафте. И проект всё-таки спасён. Пододавать посетим. Тут у нас магазин Тикси, вон, кстати, второй магазин Тикси в городе. И это уже сейчас классный салат. Вот такие вот. Дальше у нас такие вот фоксы с мороженными продуктами. Ну, наверное, как вы их видели. И полочки с... Ну и дальше у нас идут уже товары. Вот, уже показал вам. Это был магазин Тикси. Дальше у нас... Магазин одежды из стольника, кстати, уже... Ну что, теперь уже... Такая нуля, женская и детская одежда. Просто ещё обувь идёт ей, шапки. Вот такие шипочки появились. Это голова. Только найдите её на голову в себе. Пожалуйста. Ну, я честно не знаю, как сделать эти голы нафиг. Как вообще крафтиться? Ладно, ну да. Дальше у нас магазин флагов. Вот такие вот. Здесь у нас флаги такие вот. Здесь тоже флаги. И... Ну, когда у нас два флага России. Здесь рассказов. Так, идём дальше. У нас вот магазин инструментов Технабу. Вот такой вот у нас магазин. Ну и дальше у нас ещё одна секция. Это у нас магазин мульт. Кстати, магазин мульт это... Магазин игрушек. Значит, здесь был... Это просто... Как... Здесь раньше вообще был салат связи Ростелеку. Но я решил его просто заменить. Тут потемнелось. Давайте поставим. Тень. А, не ащу. Нет. А, переп... Дэн, дэн написал. Вот. Вот. Вот здесь у нас просто полочки с игрушками и всё такое. Так, летим дальше. У нас вот... Принц уже... Третий Макдональдс. Хотя нет. И третий, а вторую Макдональдс в городе. Векалански. Здесь только Макдональдс и KFC. Ну, планирую еще открыть Блогер Кинг. Потому что рядом просто второй Блогер Кинг. И дальше у нас... Это у нас столики. А здесь у нас кухня. Здесь холодильники, печки, раковина. И два входа тоже. Макдак. Теперь, друзья, я представляю самую... Слово, большую новинку. Это у нас кинотеатр. Кинотеатр мягкий. Ну, или мягкий кинотеатр. Можно сказать. Почему мягкий кинотеатр? Мягкий кинотеатр, соответственно, такое заведение. Это такое... То есть, такое... Это федеральная сеть кинотеатров в России, естественно. Непосредственно только вот... Хочу я такого себя в Челябинске видео. Такой же мягкий кинотеатр. Мягкий кинотеатр. Это название федерального тракула сеть. Федеральной сети. Так, здесь у нас сказки. Так, летим дальше. Вот здесь вот... Закуски подкинули. Здесь чипсы, кола, соки, воды. Торн. Если такое... Тут уже книжки, типа... У нас реклама, афиши и так далее. Здесь у нас операторская. Здесь у нас как бы вставлять кинопроектор. Здесь показываю это. И проход в зал. Проход взялся. Здесь у нас как бы свечки. Пакела здесь. Вот. Сейчас можем сесть и посмотреть кино. Но... Я нахожусь здесь, но потолок мне не мешает. Взять в руки факел. Хотя не светится нифига. Лестница и такой вот большой экран получился. Растянутый. 21 на 9. Ну и во всем вот так вот обновление получилось. Всего лишь 6 минут прошло. Ну и то, что я вообще построил кабинеты. Кабинеты в типографии. Да. В прошлом выпуске я показывал типографию и получилось какая-то маленькая. Я решил добавить кабинеты. Хотя, по сути дела, они получились одинаковые. Ну, кое-что я добавил туда, в эту типографию. Могу показать вот. Вот. Вот такая получилась типография уже после добавления кабинетов. Вот такая вот получилась. Вот такой вот купол получился. Вот такой вот купол получился вот такой вот типографии. Давайте посетим второму этажу. И да, типография имеется теперь уже своего организатора. Это Пифагор Печать. Пифагор Печать. Такая компания. Ну, вот здесь у нас слушаем лестницу на втором этаже. И вот уже на втором этаже. У нас просто вот сиденье, просто так добавил. Здесь у нас выход на... Что-то залагало. Тут вот свой СППС. Тут у нас такая площадка. То есть подъем на площадку на такой стеклянную площадку. Так вот стеклянный полон. Действительно, мы видим, кто сюда проходит. Типа балкон получился. Зачем добыл, не знаю. Но зато красиво. Просто красота добавила. Теперь давайте смотреть кабинеты. Так, вот такие вот стандарты кабинета. Здесь у нас вот освещение есть. С двух сторон. Полки с фишками. Сту и стол. Здесь, например, сидят бухгалтер, директор, заместитель директора типографии, редактор и другие. Ну, всякие люди могут засидеть, которые работают в типографии, например. Например, редакторы, директор, директор, директор от смысла. Бухгалтер, директор, редактор, заместитель директора, заместитель. Ассистент редактора и так далее. То есть, оформитель и рекламодатель. Ну, рекламное агентство имени. Ну, и здесь я уже добавляю книжки. Типа, здесь продажи свежей прессы, газет, каналов. То есть, можно здесь в разницу купить. Средняя стоимость пресса составляет, примерно, не больше, чем полтора рубля. Да. Слишком дешево возразить его. Но, получилось, что я просто снизил цену в Яковлоновске за печать, естественно, непосредственно. И печать, это из... То есть, газета, журнала продается от 1 до 10 рублей. Ну, чтобы бюджет не пострадал. И я забыл напомнить, друзья. Мы сейчас оформляем заказы, естественно, не только в интернете, но и здесь тоже. То есть, оформляем заказ на первое или второе полугодие 2020 года, на какую-то прессу. И мы каждый день, или даже, если недельно, мы уже можно получать уже, эти, получать прессу в почте. Ну, ко всему, ко всему, из цены. Да, друзья. Ко всему-ка всему. И вот, друзья, вот такие вот сегодняшние были обновления на сегодняшний выпуск. Ну, а с вами был старый добрый Яковлонов2001. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите идеи и нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Итак, друзья, если вы спросите, где он новый выпуск про СССР Майкрафте, я пока что не знаю, что построить, так что буду искать идеи. Так что, я в поиске. Я в поиске просто идеи. В поиске идеи. Всем пока. Пока.